Техническое, декоративно-прикладное и художественное творчество. Детский центр дополнительного образования «Центр Информ» стал одним из первых во Владивостоке, где побывал глава города Олег Гуменюк после своего назначения. Он пообщался с педагогами, осмотрел техническую базу и ответил на вопросы школьников. При этом мэр подчеркнул, что свою работу начинает с планового объезда и знакомства со всеми такими учреждениями. «Мы видим, что педагоги, которые здесь занимаются, действительно они живут этим учреждением, они живут для этого учреждения, самое главное, они живут для детей». И вот новая встреча в конце сентября. Продемонстрировать свои достижения главе города пожелали все учащиеся центра. В кабинете виртуальной и дополненной реальности 13-летний Денис и Альберт создали механизм, который может самостоятельно брать и перевозить предметы механической рукой. «Обычно мы делаем роботов, которых нам говорит наш преподаватель Дмитрий Владимирович. И программируем на компьютерах. То есть, сделаем для них программу, а иногда мы можем с телефона управлять тоже». В этом же кабинете глава Владивостока примерил очки дополненной реальности. Одна из основных возможностей таких очков – создание виртуального экрана с различными изображениями. Но это не просто статичное изображение. Это интерактивный экран, с которым можно взаимодействовать. Еще одно учреждение дополнительного образования, где побывал глава Владивостока – это центр смены на улице Шошина. Здесь ребятам предлагают на выбор несколько кружков. Техническое моделирование, керамика, изо, юный медик, веселые нотки и автодела. На уроке по автоделу Олег Уменюк пообщался с преподавателем и ребятами, а также осмотрел, какой техникой здесь пользуются. На сегодняшний день в учреждениях дополнительного образования во Владивостоке занимаются 22 тысячи детей. Каждое такое учреждение предлагает широкую и разнообразную тематику занятий. И это важно, ведь дети приобретают профориентационные знания, учатся творить и общаться. Главное, они теперь недоступны порокам улицы, а значит и родители могут быть спокойны. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.